О том, что служба трудна еще в далеком 99-м, Андрей узнал от своего друга, который надоумил его после армии поступить на службу в органы внутренних дел. Ежедневная напряженная работа, дорожно-транспортное происшествие для каждого человека, стресс. Люди по-разному реагируют, часто приходится сталкиваться с агрессией и непониманием. Но старший лейтенант Марченко на службе спокоен и невозмутим. Нужно разобраться в ситуации и правильно ее оформить. Нарисовать схему ДТП, точные цифры, подмеченные детали. 20-30 выездов в сутки успевают оформить. И только дома за чашкой чая с близкими можно наконец расслабиться. Приходишь, радуешься, от всего уже сразу отвлекаешься, семья есть, семья. Как-то успокаиваешься после работы, что все дома, все вместе. Душа радуется. А дома радуют сразу три красавицы – жена и две дочки. Своим детям он бы, конечно, такой службы не пожелал. Но старшая Вероника уже присматривается к папиной форме и выбрала для себя профессию непростую. Я бы хотела следователем быть. Почему? Ну, как бы, это как связано с папой работой. Ну, там еще как бы расследовать. Мне вот это понравилось, как расследовать и, ну, как бы, заниматься таким делом. Со своей любовью, так зовут супругу Андрея, он с детства знаком. Он меня помнит где-то вот с такого возраста. Разница у нас на четыре года. Беззубая, говорит, как бы, вообще никак, как невесты не рассматривал. Потом тоже спустя школу закончила. Показалось, вроде как бы, как он сказал, расцвела. Ну, и как завязалась. Завязалось все в крепкий семейный узел. Сплелись и радости, и горести. После рождения младшей дочки супруга серьезно заболела и попала в больницу. Днем и ночью он был с ребенком в течение 18 дней, пока я находилась там, без выезда домой. Вот, и днем, и ночью, вот так. Ну, то есть я со спокойной душой могу оставить что одну, что вторую. Как бы детей, я знаю, что они всегда будут накормлены, обуты, одеты. О том, что служба полицейского опасна, Андрей и его семья знают не понаслышке. В марте 2001 года в селе Витязева во время дежурства пришлось преследовать машину, добровольно не остановившуюся. В районе кладбища из автомобиля выскочили пятеро и открыли огонь по патрульной машине. Оказалось, ехали с ограбления. Самые тяжелые ранения выпали на долю Андрея. Прострелены обе ноги, раздроблен выстрелом локоть. Два года лечения и снова в строю. За отличную службу Андрей Марченко награжден медалью, а за задержание преступников нагрудным знаком.